у них обед а завтрак у вас они утром стали начали работать девочки расскажите куда вы идете долгожданный наш боулинг наконец-то открылась окошечко шары катать пошли мы короче всем привет друзья девочки пошли отдыхать наконец-то мы должны попасть боулинг а У меня тридцать девятый, да? Вот, тут все так красиво. Друзья, всех приветствую, я Светлана Петр из Сан-Диего. Мы живем в Сан-Диего в апартментах, в которых много разных услуг и мы платим за них, поэтому одной из них мы сегодня воспользуемся. А у нас здесь много таких, как спортивный зал, бильярд, боулинг, есть кинотеатр свой, есть детская игровая комната специальная, кроме детских игровых площадок, а также кафе и бассейны. Убили нам тут красивенькие кроссовочки, ну вот, пошли мимо играть. По новым правилам, которые вступили в год пандемии, здесь может находиться в этом помещении всего одна игровая команда, несмотря на то, что здесь четыре дорожки боулинга. Кто первый игрок у нас? Ты первая, Жанна вторая, да? Да? Там я. Еще один из. Знаешь, что там берете? Дырочки. А, хорошо. Значит, до тех пор пока не это самое. И способ по второй раз. По-моему, в три захода можно или в два, я забыла. В два захода или в три захода. Я не знаю ещё. Вodie Ts landa браслетенок, ааа. Ира Sonos Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эдвард II и Ричард II сделали эту игру вне закона, потому что военные в те времена были так этой игрой увлечены, что не могли больше уделять времени именно на свою стрельбу, фехтование и верховую езду. Поэтому, чтобы военные занимались своим делом, чтобы их отвлечь от боулинга, короли сделали эту игру вне закона. Продолжение следует... 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 А еще интересное название у этой игры – «Надудь правосудие». Ведь когда-то ее хотели полностью запретить, но местные жители решили сохранить смысл, но изменить название. И назвали они ее «Надуть правосудие». Вот такие факты, ребята. Продолжение следует... Ну, тогда печенье хоть скажите, понравилось? Да, очень классно. Еще придем. Да, мы записались на 8 число. Да, обязательно, конечно. Я говорю, у себя в Алма-Ате мы за этот боулинг-клуб заплатили бы бешеные деньги, чтобы поиграть часик. А здесь бесплатно пошел, записался и сходил. Прекрасные условия. Вообще все отлично, конечно. Там, кстати, стоя для кофе видели. Да-да, и я думаю, из-за того, что пандемии нельзя чем-то попалматься. А так, я думаю, можно и кофе попить, и коктейльчики, наверное. Замечательные условия. Замечательные. Да, жалко только, что сейчас, конечно, из-за пандемии закрыто, и мы не всегда можем прийти. А то так можно было бы через день ходить, тренировать свои ручки. Потому что, ребята, все здорово. Да, все, значит, условия используйте, если у вас есть такая возможность. Да. Света тут у нас несколько страйков забила. Классно, молодец. Да, покажу. Я ее снайпером теперь называю. Ага, классно. Это, как говорится, самый неудачный удар будет удачным. Неудачно. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok